Продолжение следует... Продолжение следует... Я вообще не считаю себя свободным человеком, скажу вам честно. Я человек, стремящийся к свободе. Я постоянно практикую каждый день, чтобы к этой свободе прийти. И очень хотел бы быть свободным. И в какие-то моменты я ощущаю свободу очень четко. И в эти моменты нет сомнений, нет никаких вопросов. И, естественно, я на сцене делюсь своим состоянием. И сейчас с вами делюсь своим состоянием. Я говорю совсем не те вещи, которые написал. Точнее, говорю их немного другими словами. Я даже подготовился, написал список моментов, которые я хотел бы обсудить. Но все происходит спонтанно. Ты не можешь подготовиться ни к чему на самом деле. Ты не знаешь, какие люди, не знаешь, что спросят. Человек или даже если человек молчит, у него есть вопрос внутри. И ты можешь дать ему ответ интуитивно. Я сейчас вас чувствую как нечто общее. А если бы я говорил с каждым индивидуально, каждому подошел бы какой-то ответ, и это могли бы быть разные ответы. А насчет делиться, естественно, мы делимся. Мы делимся в каждом поступке, каждый день с окружающими людьми. И человек, который разобрался с проблемами, человек гармоничный, человек трудолюбивый, человек, который знает свою цель в жизни и к ней идет, только вдохновляет других людей. И он полезен для всех вокруг. Точно так же, как если человек заблуждается, он только привносит заблуждение в жизни окружающих тоже. Поэтому для нас очень важно стремиться и постигать, ни на чем не останавливаться и постоянно стремиться. Это как такая бесконечная лестница, по которой мы все время карабкаемся вверх. И даже если кто-то заснул в какой-то момент или перестал развиваться, никогда не поздно начать заново. Всегда можно начать и не стоит себя винить в чем-то. И это постоянное движение. Андрей, как вот познание себя и, соответственно, видимо, внутреннее освобождение влияет на творческий процесс? Да это влияет на любой процесс. В принципе, что бы мы ни делали, мы в этот момент либо свободны, либо под влиянием чьим-то или каких-то своих заблуждений. Когда есть ясность, спокойствие, человек принимает оптимальное в каждой ситуации решение. Мир постоянно меняется, ни за что нельзя цепляться. И как раз только человек спокойный, с ясным взглядом, который видит ситуацию целиком, может принять оптимальное решение. Идеальных решений быть не может. Потому что в этом мире нет ничего идеального. И все, что касается внешнего, несовершенно. А то, что я называю свободой, как раз есть крупица чего-то вечного. И это познание этого состояния я вижу целью. Очень есть острый вопрос восприятия критики. В любом творчестве, в любой творческой деятельности. Вот я читал про вас, что вы никогда не считаете свою работу совершенной. И очень в плане критики, очень чутко ее воспринимаете. Как эти вещи связаны с понятием свободы? Я, наверное, излишне придираюсь к себе, к окружающим. И не считаю, что это достоинство. Я как раз с этим много работаю. Но поскольку я уже сказал, что нет ничего совершенного, что бы мы ни выразили, какое бы произведение человек ни создал, оно несовершенное, и всегда можно найти в нем плюсы и минусы. Это всегда кому-то понравится, а кому-то нет. Совершенно естественно. Мне кажется, стоит просто делать. В процессе человек, не думая о результате, он творит. И это самое главное, что есть процесс. Потом можно анализировать, сравнивать, оценивать. И этим занимаются иногда другие люди, иногда сам человек. Но это уже не так важно. Важно, что осталось, что человек сделал. Когда мы делаем, мы творим, придумываем. Творчество может быть во всем, чем бы человек ни занимался. Это не стандартный подход, это взгляд. Взгляд вот... Какой-то такой взгляд, когда человек... Блин, да что ж такое? Способен сделать что-то не так, как это делали раньше. Вне шаблонов. Вот. А для этого нужно быть свободным, чтобы можно было так взглянуть на все. И поэтому мы все можем делать что-то творческое. А должны ли? Нет, никто ничего не должен. Просто свободный человек по-другому не может. А значит ли вот эта свобода полное отсутствие рамок? Ну, давайте не путать это с вседозволенностью, например. И когда человек просто гоняется за своими желаниями. Хочу то, хочу это. Желание бесконечное, в общем. Это не имеет отношения к свободе. Свобода – это контроль. Свобода – это полный контроль над мыслями, желаниями. Контроль ненасильственный, когда что-то подавляется. Когда человек видит свою задачу в этом мире и выполняет ее. Видит свое место в этом мире. Видит, чем он может быть полезен и делает это. Вот это свобода. Я так понял, что все-таки внутренняя свобода – это плод внутренней борьбы. Во многом работа над собой. Борьба – это невидимая. Вот кто и как, на самом деле, может быть, вы сможете нам раскрыть этот момент. Кто и как, какими способами достигает внутренней свободы? Ну, мне кажется, все люди стремятся быть счастливыми. Просто есть люди более или менее осознанные. Есть люди уже свободные. Свободных, наверное, меньше всего, но они наиболее эффективны в этом мире. И они помогают остальным достичь этой свободы. Может быть, более прикладной смысл, что вообще можно делать, чтобы себя освободить? Какие есть практики? Вы можете на своем опыте, например, нам рассказать о чем-то. Что вы делаете и чем вообще вы занимаетесь? Я практикую медитацию в дзен-буддизме уже лет 15, наверное. И это самый прямой путь, в общем, к постижению. И, ну, это регулярная практика. И это как раз и есть то, что метод, скажем, метод, с помощью которого человек приходит к состоянию. Но всем мы это состояние чувствуем. Просто иногда это возникает под воздействием внешних каких-то факторов. Когда человек влюбляется или слушает прекрасную музыку или еще что-то, когда он соприкасается с источником мудрости, он сам это ощущает, что это есть в нем. А метод дается тем, кому это нужно. Как бы есть учителя, которые передают методы. И можно практиковать, в общем. Любой человек может практиковать метод концентрации, которые приводят к успокоению ума и возникает это состояние. Точнее, оно пробуждается. И если регулярно к этому стремиться, ну, гарантированно. А расскажите поподробнее, в чем он состоит. Или это секрет? Знаете, я просто сам не учитель. Я не могу передавать методы. Для этого нужно пообщаться с учителем. Есть люди, которые занимаются тем, что передают практики. Если будет интересно, можно, в принципе, об этом поподробнее узнать. Может быть, вы расскажете какие-то интересные вещи, которые вы делали. Ну, вот просто я слышал, разное бывает. Бывает, что люди уходят в горы и там проводят много времени. Бывает, что люди просто не разговаривают долгое время. Ну, да, в принципе, мы не раз это делали. Я имею в виду обет молчания, когда 7-дневный, когда 9-дневный. В разных традициях это по-разному выглядит. Я, в принципе, раза, наверное, раза 4 проходил. Когда люди собираются вместе, берут обет молчания и медитируют, в принципе, по 10 часов в день. Ну, это довольно, как сказать, удивительный опыт и сложно это даже с чем-то сравнить. Но это можно попробовать, хотя, не знаю, нужно, мне кажется, позаниматься перед этим какое-то время, чтобы быть готовым. А вы можете описать состояние, которое, наверное, как-то отождествляется с внутренней свободой по, видимо, по завершению вот этих практических действий? Ну, это ясность, сила, понимание, сострадание, открытость. Когда нет никаких сомнений, ничего не мешает. Ум спокоен, соответственно, нет вопросов. Нет вопросов, ты точно знаешь, что делать. И делаешь то, что нужно. Хорошо. А вот многие, я знаю, не прибегают для, скажем так, достижения подобных состояний к медитативным практикам. Есть простые доступные вещи. Наркотики, алкоголь. Вот как это вообще соотносится со свободой? Я вот выпью полбутылки водки, я буду настолько свободный, что... Ну, все люди ищут по-своему. В принципе, все ищут одного, просто пробуют разные методы. Вот некоторые методы не работают. Попробовал. А почему? Ну, потому что это как пытаться залезть в форточку. То есть ты как бы можешь застрять. Это сильно вредит, как бы очень потом трудно, скажем. Даже проблески этого состояния могут быть. Но потом это приводит к зависимости. Соответственно, человек не там видит выход. И потом это приводит к очень большим страданиям всегда. Как правило, к печальному финалу. Поэтому есть другие способы. Давайте о них говорить. И способы разные на самом деле. Да, друзья, я, кстати, надеюсь на ваши вопросы. У нас есть свободный микрофон. Вот он бежит. Потому что я могу долго спрашивать на самом деле. Я не думаю, что мои вопросы всем интересны. Ваша задача представиться. Желательно формулировать вопросы, ну, соответственно, максимально коротко, емко. Ну, собственно, первый вопрос, поскольку это беспрецедентное событие, то есть это так, кто проходит в 80 градах мира, неинтересно за, если это свобода, а для комитета. То есть то, что является свобода для азиата, является не свободой для европейцев. Как вы думаете, если какая-то зависимость? Это первый вопрос. И второй момент, есть распространенное мнение, что свобода – это отсутствие от каких-либо зависимостей и привязанностей. Соответственно, есть и противоположное. Например, Сергей Шнур, который недавно в интервью сказал, что он иногда поддается таким зависимостям, и это моё правильное свобода, он сказал. Как вы считаете? Свобода не зависит ни от чего. Спасибо. 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 Меня зовут Настя. Я образованию актриса. Я хотела вас спросить. У вас в жизни была такая ситуация, когда близкие люди, родные люди, самые любящие, не одобряют его выбор, постоянно предлагают историю депутата. А пойти как работать в офис? А зарабатывать деньги? Получить нормальную правительство гражданства? Случалось ли такое с вами? Как… А кто выучил в офисе? Как вы смогли сказать? Скажу сразу же, конечно, случалось, да, я отучился в медуниверситете 6 лет, потому что не понимал в 18 лет, чем я хочу заниматься. И это как бы, ну, частая проблема. Я очень многих людей знаю, которые тоже не могли решить свою судьбу в каком-то возрасте, но потом все равно ты начинаешь пробовать заниматься любимым делом и понимаешь, что ты ничем другим, в общем, заниматься не хочешь. И уже идешь своим путем. Вот. Ну, а по поводу… В конце ты спросила про силы? Свобода и дает нам силы. Сила приходит, когда… Сила приходит, когда она нужна, она может быть использована. Когда есть что передавать. Я могу передавать это через музыку, кто-то другой передает это через то, чем он занимается. Вот. И у нас у всех есть сила, мы всегда можем ей пользоваться. Выбор. То есть твой вопрос был о выборе, да? Выбор – это очень важно. У каждого человека есть выбор, и как раз ясный, спокойный ум помогает человеку сделать правильный выбор. И каждый должен самого сделать. Никто не должен никак влиять на решения, которые принимает человек. Человек сам должен их принимать, и этому нам всем надо научиться. Но, как правило, влияние какие-то есть, и окружение человека, оно в какой-то момент может и вдохновлять, но в какой-то момент оно может оказаться… Оно может сдерживать. Потому что привычный взгляд на человека часто его ограничивает. Поэтому иногда стоит менять окружение. Так тоже бывает. Когда это созрело внутри. Привычки. Я об этом тоже хотел поговорить. Слабости и привычки. Любые привычки, даже в принципе, если человек привязан к тому, что он не может без зарядки по утрам. Это тоже человека сковывает всегда. Непривычно. То есть спонтанность. Свобода – это спонтанность. Не может быть никаких привычек. Хотя они у всех есть, но в какой-то момент, если мы не идем на поводу привычки, мы становимся свободнее. Поэтому поступать, исходя из спонтанности, из того, что сейчас, быть здесь и сейчас, быть открытым, спокойным – вот к чему нам надо стремиться. И нужно слушать людей вокруг. Не значит, что нужно игнорировать всех, но нужно поступать, приняв решение самому всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Сергей. Я с города Ломоносов. Скажи, пожалуйста, ты, наверное, бывал в многих странах. Какая страна на тебя предполагала наибольших впечатлений? Мне так кажется, что видите, наверное. Ну, не знаю. Я просто каждый раз, когда куда-то приезжаю, я впечатляюсь. Причем, ну, не знаю, даже сложно выделить что-то одно. Когда человек открыт, он, в принципе, видит все как есть и везде интенсивно очень переживает все, что видит вокруг. Но есть, скажем, очень много разного, конечно. И мне всегда было интересно, как сказать, познавать что-то новое. Поэтому путешествия, конечно, всегда очень освежают, но однозначно люди как бы оживают, когда путешествуют. Как раз, чтобы уйти от привычного какого-то восприятия, иногда это помогает. Хотя, если человек привязывается к путешествиям и все время начинает кочевать, кочевать и перестает вообще… У меня бывают моменты, когда у меня очень много гастролей и каждый день что-то меняется. И бывает, что ты теряешь ясность из-за того, что постоянно меняются картинки. И очень здорово иногда где-то остаться, какое-то время побыть, чтобы увидеть больше. Потому что иногда нет такой возможности. Потому что я часто езжу на гастроли и у меня очень много меняется. Ну, каждый день, скажем, новые концерты, новый город. Такие путешествия, они даже со временем утомляют. Я очень люблю Барселону, очень люблю Нью-Йорк, люблю Лондон. Вот только из тех мест, где я был. Люблю Сан-Франциско, люблю Питер. Поэтому я здесь вот сейчас. Спасибо. Я хотела спросить, как с клятсой относятся свобода или любовь? Не в абстрактном понимании любовь, да? А к людям, к определенным, к родителям, детям, мужчинам, женщинам. Что вот? Любовь и свобода? Ой, это очень интересная тема. Ну, это не простая тема. Потому как любовь и привязанность, любовь и свобода. Свобода – это всегда по лестнице вверх. Вне зависимости ни от чего. Когда человек идет своим путем. Если у человека отношения, такие отношения могут быть гармоничными, только если люди идут в одном направлении. То есть основная цель в их жизни совпадает. Но, как показывает опыт, так бывает не часто. Я очень желаю вам, чтобы у вас было именно так. Но когда люди эгоистичны и потребительски относятся, в общем, то это быстро истощается. И волшебство превращается в рутину и в какие-то цепи. И очень важно в отношениях не допускать этого. Но этому всем надо учиться. Очень хочется верить, что у кого-то это получается. Еще вопрос, пожалуйста, девушке микрофон можете передать? Доброе утро. Доброе утро. И у меня такой вопрос. Свобода – это сила. Ну, духовная сила. И как, по-моему, может ли чистая духовная свобода нести негативный характер? Когда человек чувствует себя настолько свободным, что, ну, понимает, ну, я могу убить, я могу сделать что-то плохое, потому что я свободен. Ну, это опьянение силой. Это когда человек, получив силу, не умеет ей пользоваться. И он может ее использовать во вред. И таких примеров очень много, конечно. Настоящая свобода – это сила неокрашенная, сила спокойного человека и осознанного. Когда человек осознан, он не может вредить. Он чувствует других людей, чувствует боль других людей, чувствует, когда они заблуждаются, и он просто автоматически помогает. Потому что иначе это не свобода. А если человек перестает замечать других людей, то это уже проблемы. Это уже относится к эгоизму. И тогда человек, следуя своим эгоистичным целям, способен очень сильно навредить. То, что хотела спросить про любовь. И в ответ тебе, что если люди двигаются в одном направлении, и если они на самом деле не относятся к другу потребительски, тогда они чувствуют себя свободными. Интересный вопрос. На самом деле ли это так? Даже если ты не относишься к другому потребительнику, и действительно веришь, что ты двигаются в одном направлении, разве ты можешь быть свободной, в полном смысле этого слова? Ведь ты неизбежно зависишь от человека, который есть. И он также зависит от тебя. То же самое, что у хибринга про собаку. Мы все знаем с вами о собаках, что она умрет раньше, чем мы по-любому. То есть возможно ли вообще в любви к собакам, к кошкам, к людям эта зависимость как-то нивелировать? Даже если мы искренне любим, и тут нет никакого потребления. Окей. Так, первый вопрос. Концентрация, она является основой, я думаю, любых учений. И все, что касается конкретных практик, то есть это чтение молитв в христианстве, чтение мантр в индуизме, вишнуизме и так далее, это все концентрация. Она может быть с визуализациями или без, формы могут быть разные, но без концентрации нельзя добиться вообще ничего. Моментов может быть много, просто основа любой практики всегда концентрация. Без этого вообще ни одной цели человек не может добиться, не собрав свое внимание, не сосредоточившись, не доведя до конца это. По поводу свободы отношений, то, что так много примеров, когда у людей это не выходит вокруг, это я вижу и так. И у меня это не всегда получается. В какой-то момент, скажем… В какой-то момент, скажем… люди очень чувствуют друг друга и очень уважают свободу друг друга, и очень внимательны друг к другу, и бережно относятся. И люди не стараются сразу съесть друг друга целиком. У них… Можно я договорю? Чувство меры здесь очень важно. Чувство меры, когда есть обмен, полноценный обмен двух целостных свободных людей. Когда любой может уйти и остаться по своей воле, а другой позволяет ему уйти и остаться. Тогда люди способны двигаться в одном направлении, не держась друг за друга. И когда никто никого никуда не тянет, люди по своей воле, осознанно идут в одном направлении. Тогда это возможно. Андрей, привет. Меня зовут Антон. Привет. Я сам музыкант. И хотел бы задать такую вопрос. Твои песни… «Вилетит». Там есть слова такие… «Бесконечная лестница вверх к придому». Инна, сегодняшнее мероприятие здесь. Я задумался об этом. На сегодняшней лестнице, когда мы поднимаемся вверх, думал об этом слове «Свобода». Что для тебя в музыке свобода, в текстах, в грубе, в мелодии? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как ты ищешь этот экономит? То есть, я понял, что свобода – это цель сегодняшнего мероприятия, которого ты имеешь в виду. Ставишь цель – получается, это свобода. Правильно? И не знаю. Мне кажется, что очень здорово посмотреть вовнутрь, увидеть свободу во всем. Я очень стремлюсь к этому. Я на пути к этому. У меня иногда получается, иногда нет. И ставя любую цель, просто нужно, конечно, добиваться ее, но нужно понимать, что это промежуточная цель. Иначе человек бы добился и остановился. Поэтому… Почему бесконечная лестница? Потому что цель, ее нельзя потрогать. Ее нельзя получить, присвоить. Свобода не оформлена. И не окрашена. Спасибо. Привет, Андрей. Влада. Привет. Мне хотелось бы спросить, если посмотреть на искусство, в общем-то, на литературу, музыку, кино и так далее. Получается, что там везде очень много драмы. То есть, если это стихотворение о любви, оно очень такое душещипательное. И люди, они об этом думают. То есть, они любят читать то, что проникнут. И они проникают. Вот. И получается, что вся вот эта боль, она одни свободы. И получается так, что это несвободное искусство для несвободных людей. А что тогда свободное искусство? Ну, во-первых, для любого творящего человека важно быть искренним и честным. Если человек переживает, в этом есть движение, какое-то несогласие. И это часто исходит, человек преодолевает свои недостатки. И это на пути к этому именно это нас цепляет. Потому что у нас у всех есть недостатки какие-то, и переживания нам это близко. Но когда, почему страдания возникают? Потому что человек видит любовь как лишь аспект любви. Он видит одного человека и любит одного человека. Если этого человека отнять, человек страдает. А мы говорим о свободе на 360 градусов и о любви вселенской. Такой, которая не относится конкретно к кому-то. Потому что так же получается, ну, это эгоистичная позиция. Я люблю вот этого человека, а вот этих остальных мне вообще все равно, в принципе, что с ними. Вот это как бы заблуждение. Но при этом, заблуждаясь, люди делали прекрасные вещи, которые остаются на столетия, в общем-то. Потому что, ну, когда человек творит, цель как бы, ну, может быть даже не сформированная. Человек может тысячу раз заблуждаться. Но поток энергии идет через него, и он это делает. И это остается. И если он открытое большое окно, то это приходит через него. Свобода сама проявляется через человека. Спасибо. Да, господа, на этом все. Огромное спасибо вам за ваши вопросы. Огромное спасибо Андрею. Спасибо всем. Спасибо.